Время спортивных известий. В студии Александр Шариков. Здравствуйте. Элина Свитолина пробилась сегодня во второй круг у имблдона. В премьерном матче харьковская теннисистка, посеянная под третьим номером, одолела бельгийку Алисон Ван Эйтванг. Она оформила победу в трех партиях 6-3, 2-6, 6-3. На корте соперницы провели 1 час 41 минуту. Свитолина сделала 5 эйсов и 4 двойные ошибки. За выход в следующий раунд рывяного турнира «Большого шлема» первая ракетка Украины сыграет с Магдой Линет из Польши. Чемпионат Астации Балканских Легкоатлетических Федераций, который состоялся в Белграде, харьковчанам ни медали, ни удовольствия от результатов не принес. Анна Мищенко бежала полторы тысячи метров и показала четвертое время 4 минуты 21,02 секунды. От бронзы, которая выгрызла румынка Мария Флоря, харьковскую бегунью отделил буквально миг – одна сотая секунды. Ирина Нейрубальщук не смогла добраться до пьедестала в прыжках в длину. Улетев в заключительной попытке на 6 метров 32 сантиметра, она также стала четвертой. Оксана Мартынова, перепрыгнув шестиметровую отметку на 5 сантиметров, заняла девятое место. В мужской длине Ярослав Исаченко с прыжком на 7,40 завершил соревнование седьмым. В Харькове в среду стартовал чемпионат Украины под дзюдо среди спортсменов не старше 21 года. О том, какое большое значение имеет турнир, говорит хотя бы тот факт, что на церемонии открытия в спорткомплекс национального юридического университета прибыли руководители города и области Национальной областной профильных федераций ректора этого высшего учебного заведения Анатолий Гетьман. Двудневные соревнования собрали аншлаг более 320 дзюдоистов. Ребята выходят с горящими глазами, отдаются полностью каждой схватке, потому что каждая схватка – это шаг к победе. Либо ты выиграл и пошел дальше, либо ты проиграл и все. Готовишься к следующим соревнованиям. Борются бескомпромиссно. Сегодня борьба идет в очень много бросков красивых, красивой борьбы. Видно, что спортсмены готовились к этим соревнованиям. Харьковский чемпионат страны является не просто календарным мероприятием, а одним из главных этапов отбора на чемпионаты мира и Европы Ю-21, которые пройдут осенью. Важностью момента участники прониклись и уже в первый день не обошлось без неожиданностей. Несколько фаворитов оступились на старте турнира. Джудо – вид спорта, который сложно предугадать и предсказать. Хорошо то, что есть конкуренция, что нет такого, знаете, что он чемпион и все. Конкуренция, ребята подрастают, тянутся, выигрывают. То есть, постоянно смена идет лидеров. Это всегда хорошо. Быстрее вырастет настоящий чемпион. Сегодня определялись победители и призеры в семи весовых категориях. Юниорская сборная Харьковской области накануне домашнего чемпионата потеряла из-за травм своих лидеров, а более молодые спортсмены вмешаться в борьбу за награду не смогли. Но боролись они достойно. Данил Грушев занял седьмое место в весе до 60 килограммов, Татьяна Степанович – до 63. В четверг станут известны окончательные итоги. В восьмом туре футбольного чемпионата Харьковской области в высшей лиге «Универдинамо» встречался с командой «Динамик Хнуре». Лидер таблицы сразу бросился громить дебютанта оригинального турнира и до перерыва провел четыре гола. Игорь Луценко открыл счет с пенальти, затем отличились Иван Эмельяненко, Владислав Протюк и Федор Сиваконь. В компенсированное время второго тайма «Ибука» Бемдика реализовал 11-метровый удар на том сопернике и разошлись. Здесь «Универдинамо» выиграл 4-1. «Энергетик» открыл второй круг домашним поединком с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата области футбольным клубом «Змеев». Хозяева начали игру яростно и уже в дебюте могли как минимум отправить соперника в нокдаун. Но для этого нужно не только создавать моменты, но и забивать. Подопечные Евгения Назарова не забили и мгновенно поплатились за это. На седьмой минуте Максим Давыденко вывел «Змеев» вперед. Пропущенный мяч не повлиял на моральное состояние Солоницинской команды, которая продолжила гнуть свою линию. Однако постоянное давление не всегда паралич. Тем более подшефные Сергея Пасечника не забывали стремительно и опасно контратаковать. «Энергетиков» выручил вратарь Денис Сайко, который ликвидировал и выход один на один, и выстрел в упор, и среагировал на рикошет. «Это моя работа, надо ребятам выручать. Всем и команда, мы один за одного играем постоянно. Ну, так получилось, что в меня попадали и немножко подбивал. Ну, очень сложная игра на самом деле. Первую игру в Соколонисовке играли. Перед самим болельщикам хотелось бы показать хороший футбол, но немножко не получалось. Ребята со «Змеева» так немножко упирались, но потом поймали свою игру». Сразу после возобновления игры команды обменялись голевыми ситуациями, но сначала голкипер «Змеева» Олег Рогожников, а затем Сайко отвели беду от своих ворот. На 55-й минуте «Энергетик» отыгрался. Воспользовавшись прострелом «Хамзы» Макзарни, ответный гол провел Эрнес Конжи. 1-1. Оседлать этот успех хозяева долго не могли. Мяч летел куда угодно, только не в ворота. И лишь перед самым финальным свистком все их старания были вознаграждены. Дважды убрав на замахе игроков «Змеева», цель поразил 21-летний Давранбек Азизов. 2-1 – волевая победа «Энергетика». «У меня был момент перед этим, я тоже самое сделал, мог забить, но не попал по воротам. И, в принципе, решился второй раз тоже на себя взять ответственность. Повезло, получилось. Как-то чувствовалось, что мы можем эту игру забрать. И атаковали, моменты вроде были, только концовки не хватало. Чуть над концовкой поработать, в принципе, все хорошо будет». В таблице после восьмого тура все остались при своих. Универ «Динамо» и «Энергетик», набрав по 20 очков, занимают первое и второе места. «Квадро» имеет на три турнирных балла меньше. «Змеев» с 12 очками – четвертый. Воспитанники спортивного клуба НТУ «ХПИ» одержали три победы на финальном этапе Кубка Европы по подводному ориентированию, который состоялся в хорватской Риеке. Заслуженный мастер спорта Максим Котов выловил в местной акватории два трофея. В ориентирах он опередил главного конкурента – хорвата Йосипа Стефанича – на 28 секунд. В упражнении зоны ученик Сергей Василенко показал не только лучшее время, но и идеальную точность при прохождении трех контрольных точек и попадании в финишный створ. Серебряного венгра Томаса Шаша Котов обставил на 249 очков. Еще одну золотую награду харьковской команде принесла его жена Мария Кузьмина. Ей не было равных в зонах. В ориентирах Кузьмина показала шестой результат. Чемпионат Европы по подводному ориентированию состоится в августе в Эстонии. Национальный чемпионат пройдет на будущей неделе в Старом Салтове. Успехов вам и нашим спортсменам. Все будет хорошо. Готовьтесь. А новостей на сегодня больше нет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин